В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, поговорим сейчас о седьмой главе Евангелия от Марка. В седьмой главе Евангелист Марк продолжает рассказывать о том, как относятся люди к тому, что Иисус говорит и к тому, что Он делает. И в частности, в начале главы он говорит о том, как собираются фарисеи, книжники, законники. И первое, что приходит им в голову, это то, что Иисус и Его ученики что-то делают неправильно, неправильно, не так. Вот они едят хлеб неумытыми руками, этого делать нельзя. Еще какие-то претензии к тому, что что-то Иисус нарушает, какие-то правила, касающиеся скорее внешних сторон жизни. Но фарисеи и книжники уверены, по крайней мере, некоторые течения среди фарисеев, что это по-настоящему принципиально важно для Бога. И их не смущает то, что Бог в таком случае представляется довольно мелочным надзирателем, который проверяет, насколько нарушают люди те или иные своды правил, которые в значительной степени сами себе и придумали. Заметим, что евангелист Марк здесь считает нужным дать некоторые пояснения о том, кто такие эти фарисеи. Трудно сказать, были ли эти пояснения частью проповеди апостола Петра, которую все-таки главным образом Марк пересказывает. Либо сам он счел нужным эти пояснения дать, тем не менее, вот он говорит о том, что фарисеи и все иудеи держатся некоторых преданий и обычаев, следят за тем, чтобы определенным образом избегать тех или иных форм ритуальной нечистоты. И вот он говорит о том, что фарисеи и книжники спрашивают Иисуса, почему неумытыми руками едят хлеб? Что отвечает на это Господь? Удивительно, на самом деле, что он не считает, по-видимому, нужным объясняться в терминах так называемой устной торы, закона, там, правила о чистоте или нечистоте. Он говорит о том, что для Бога по-настоящему важно, что в человеческом сердце и то, что выражается в поступках человека. Он говорит о том, что эти предания старцев – вещь довольно неоднозначная и иногда входят в противоречие не только друг с другом, но даже и с прямыми и очевидными повелениями божьими. И вот Господь цитирует пророка Исаию, говорит о том, что на самом деле это лицемерие, когда люди пытаются почитать Бога некоторым внешним образом, не входя с ним в диалог, как парой страниц раньше пытаются сделать кровоточивая женщина, не вступая в межличностный диалог с Богом. Так и здесь фарисии, в общем, уверены, что если им выполнить некоторый набор правил так, чтобы к ним нельзя было придраться, то все будет хорошо. Иисус не соглашается с этим категорически. Нет, для Бога важно именно сердце человека, которое к Богу открыто. И поэтому дальше он обращается уже ко всему народу, призвав весь народ, говорит, слушайте меня все и разумейте, отказываясь, между прочим, вести дискуссию с одними только профессиональными верующими, с одними только фарисеями, потому что это вопрос, далеко выходящий за рамки такой субкультурной дискуссии. И вот он обращается к народу и говорит, что на самом деле источником осквернения, то есть тем, что отделяет человека от Бога, тем, что делает невозможным встречу человека с Богом лицом к лицу и от сердца к сердцу, этим барьером оказывается то, что идет изнутри, из человеческого сердца. И когда не понимают его ученики и, видимо, другие слушатели, он говорит, ну потому что всякое злого, убийство, кража, лихаимство и так далее, вот это рождается в сердце. И вот это по-настоящему оказывается скверной перед Богом. А умы ли руки или не умы ли определяются скорее все-таки обстоятельствами, потому что для Бога действительно важно человеческое сердце. Это очень серьезная вещь, очень серьезная. Ученики Иисуса именно поэтому так пытаются найти каждый для себя вот этот путь именно очищения сердца того, что внутри тебя происходит и выходит вовне. И еще в заключительной части седьмой главы евангелист Марк рассказывает о том, как Иисус откликнулся на просьбу еще одной язычницы, тоже язычницы, как Галеринский и Бесноватый, жительницы Ханаана, Серафиникенки, которая приходит к Иисусу и просит его изгнать Беса из ее дочери. И здесь смутительная часто для многих, особенно современных читателей, смутительная вещь происходит, потому что Иисус вдруг говорит ей нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. В самом ли деле он ставит задачу назвать ее собакой? В самом ли деле он хочет сказать, что ей чего-то не положено из милости Божьих или что-то другое скрывается за этой историей? Мне кажется, в первую очередь важно вот что. Посмотрите, если Галеринский Бесноватый, исцелившись, он понял, что кто перед ним и просит Иисуса разрешения пойти за ним. Значит, для него присутствие непостижимого Бога в Иисусе из Назарета стало некоторой понятной вещью. То есть, Серафиникенка, скорее, может быть, похожа тоже на женщину с кровотечением, которая пытается получить нечто, не вступая в личные взаимоотношения. И вот Иисус ставит ее перед необходимостью сделать выбор, говоря о том, что существует один Бог, его почитает один народ, народ Божий Израилев, и если ты не почитаешь этого Бога Израилева, если ты не пытаешься войти с ним в некоторый диалог, тогда нет возможности для него войти в твою жизнь и что-то в ней исцелять, что-то в ней менять. Это реальность, которую Иисус предъявляет Серафиникенке в ожидании от нее некоторой реакции. И вот эта женщина говорит, да, все это так, но я тебя прошу о том, чтобы ты по-человечески нас пожалел, меня и мою больную дочь. Она говорит ему почти тем же поэтическим способом, да, но бывает, что и псам достаются крохи, которые падают со стола господ. Она может быть еще не готова рассуждать о вопросах вероучения, содержания веры и так далее, но она говорит Иисусу о том, что, ну, ты можешь это сделать, и ты способен нас пожалеть только потому, что мы люди, сотворенные Богом, а не потому, что мы какие-то правильные люди. И вот Евангелист свидетельствует о том, что Господь откликается на такое отношение и исцеляет дочь этой Серафиники Янки.